Здравствуйте, дорогие друзья, новости с каббалистом Михаилом Лайтманом. Добрый день. Есть такой немецкий журналист Юрген Тоденхофер. Да, известный. Да, известный. Он 10 дней побыл в исламском государстве, единственный живым вышел оттуда. Наверное, сейчас вот книга его будет бестселлером, которую он пишет сейчас 10 дней там в исламском государстве. Так вот он сказал в результате всех его бесед, что они, эти ребята, не боятся ни британцев, ни американцев, ни россиян, никого. Они боятся только израильской армии, они сказали. Они боятся Израиля. Они говорят, что в тех боях, которые проводятся в партизанских черте города, равных Израилю нет. Ну, потому что уже с такой практикой, с таким опытом никуда, естественно. Но все-таки они не глубокие, они говорят именно об израильской армии. Они не говорят, как того, мы боимся евреев или мы боимся Израиля, понимаете? Они чувствуют, что здесь существует особая сила, против которой они должны воевать. Почему христиане должны были воевать против иудаизма? Ну, что такое евреи и иудаизм, там, несколько миллионов, которые находятся внутри них, в их владениях, в их королевствах, там, или государствах и так далее, которых они могут сжечь, задавить и так далее. Идеологически это было им невыносимо. То же самое здесь. Так что, то есть, завоевание – это оправдание себя, своей философии, своего отношения к жизни. То есть, вы считаете, что они направлены все-таки на Израиль, вот как было в последнем заявлении Аль-Багдали? Любая религия, если она хочет держать и процветать, идеология, если она хочет держать себя, она должна воевать все время. Эгоистическая идеология, эгоистическая философия, она не может иначе существовать, как постоянно завоевывая, пожирая все новые пространства. Она этим живет. Поэтому, ты же видишь, что происходит между государствами, да ты видишь, что происходит между людьми, всеми, их везде. Это невозможно иначе. На этом построен весь эгоизм. Поэтому, ты посмотри, что происходит среди евреев. Сколько течений, сколько мнений, какие разборки постоянно существуют. Был один очень мудрый рэбби в Старом Иерусалиме, у которого спросили, для чего все время надо ляпать на стены домов обвинения против того-то, против того-то, против того-то. Нападают там всякие эти знатоки Торы друг на друга. Евреев на евреев. Да, он говорит, что эти дома очень старые. Если не будет этих наклейок, то они обрушатся. Так что, так вот существуют эти все три эгоистические религии. И будем надеяться, что все они сменятся альтруистическим порывом человечества, и все будет хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.